The Guardian опубликовала первые результаты судмедэкспертизы тел, найденных в Ирпене и Буче. И несмотря на антироссийскую риторику, результаты говорят обрятные. Обстрел Буче вел именно в СССР. Друзья, ну я увидел эту новость, я подумал, ну слава богу! Одно из крупнейших западных изданий, британская Guardian, говорит, что Буче была провокацией, подготовленной украинской стороной. Ну думаю, прорыв, перемога, перемога, слава богу! Открывают самую Guardian. И вижу, что-то тут не так. Вот перевод. Десятки мирных жителей Бучи были убиты металлическими дротиками российской артиллерии. Ребят, вы что, охренели? Ну зачем эта наглая ложь? Здесь вся статья рассказывает о том, что это сделала Россия. Россия, 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 Россия. А у меня как бы к рядовке все больше и больше вопросов. Ну то есть как? Вопросов нет. Абсолютно понятно и очевидно, что это издание сейчас занимается откровенной пропагандой. А моя позиция очень простая и четкая. Любая пропаганда, основанная на лжи и дезинформации, это удар по нашему настоящему и будущему. Ну и прошлому тоже. Когда вы лжете людям, то людям все сложнее разобраться в том, что на самом деле происходит. И потом у нас будет накаляться дальше гражданская война в обществе. Тихая, может быть, в основном бескровная, иногда кровная. Гражданская война, когда внутри семьи одни прививаются, другие говорят, да вы же вообще тут это вот нельзя ни в коем случае прививаться. Вот такой раскол происходит. За спецоперацию, против спецоперации. Идти голосовать, не идти голосовать. Вот при каждой возможности власть имущие олигархи и капиталисты разрывает наше общество на части. Любая пропаганда, оболванивающая людей, прикрываясь самыми святыми идеалами. Это мерзость и недопустимая гнусность, от которой нам нужно избавляться. И поэтому издание «Рядовка» В общем, друзья, имейте в виду. В Брянске серия взрывов и пожар на нефтебазе. Очень масштабно все это выглядит. Тушить пожар стянуты силы МЧС из всех соседних регионов. Из Смоленской, Калужской, и, понятное дело, из Брянской, из всех соседних регионов туда приехали МЧСники, чтобы помогать тушить пожар. Он очень большой, он очень масштабный. Даже один российский регион самостоятельно с ним справиться не смог. И ведь никто не пишет, а что именно там произошло? Это что, вертолеты пролетели? Это снаряд упал. Что там такое на самом деле произошло? Ну, наверное, через месяц нам что-нибудь расскажут. Вчера Алексей Арестович заявил, что Украина настаивает на немедленном проведении спецраунда переговоров прямо у стен Азовстали. По его словам, Киев хочет забрать или обменять военных из Азовстали на российских пленных. Не пойдете на это? Последствия вам не понравятся, заявил Арестович. Как бы возникает вопрос. Почему эти пленные такие особые? Все-таки украинская сторона косвенно подтверждает, что там иностранные натовские инструктора, офицеры, наемники? Или почему за других пленных не ведется такого рода переговоров? Ведь сейчас несколько тысяч украинских военнослужащих находятся в плену у российской стороны. Многие сдавались в плен. Их обменивать не хотят. А вот этих, пожалуйста, пожалуйста, давайте-ка вот мы на все согласны. Речь не идет про мирных граждан. Опять же, обращаю внимание. Как известно, в подвалах Азовстали содержатся как украинские военнослужащие, возможно, и натовские военнослужащие, так и мирные граждане, которые, по сути дела, находятся там в заложниках. Про мирных Арестович тоже не говорит. Так что ситуация интересная, за ней надо следить. А что это за такие последствия, которые нам не понравятся? Возможно, вот это вот зарево пожара на нефтебазе, это и есть те самые последствия, о которых он говорил. Арестович сообщил о заминированных машинах в правительственном квартале Киева. Многие думают, что Киев безопасный. Это не так. До сих пор в правительственном квартале находят заминированные машины и растяжки. Что за хрень? Верить Арестовичу, это вот все равно, что полностью верить рядовке. Это профессиональный пропагандист, лжец. Вся его профессия – это ложь. Я сделал отдельный специальный ролик, полчаса разобрал, кто такой Арестович, откуда он взялся. И почему верить ему нельзя? Находите, смотрите, просвещайтесь, перестаньте слушать этого брехуна. В чем логика? Кто в Киеве делает растяжки? Кто в Киеве минирует машины? Арестович это рассказывает, чтобы объяснить, что вот я, мол, Арестович, нахожусь в Киеве. И вы мне говорите, слышь, Арестович, звездуй-ка ты, дружочек, на фронт. Покажи, как ты стрелять любишь. А то он рассказывает, я люблю пострелять, тыры-пыры. Нет, говорит, у меня тут очень много важных дел. И вообще, я тут сам жизнью рискую. В Киеве очень небезопасно. Тут вот все заминировано, поэтому не надо меня отправлять на фронт. Я и здесь борюсь за благо Украины. Да. Между тем, вот такие вот вороночки регулярно появляются на российской земле. В село Отрадное Белгородского района Белгородской области прилетел снаряд из Украины. Он упал в поле. Может быть, такой же снаряд прилетел? И в нефтепрорабатывающий завод? Зеленский передал Путину через Эрдогана предложение по обмену украинских военных, заблокированных на Азовстали. Провел важный телефонный разговор с президентом Эрдоганом. Накануне его переговоров с Путиным отметил необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя, в частности, из Азовстали, немедленного обмена заблокированных военных. Слушайте, про необходимость эвакуации гражданских российская сторона тоже говорила очень долго и упорно. На это никто внимания не обращал. Естественно, по ту сторону фронта. Им гражданские нужны, чтобы прикрываться ими как живым щитом, именно из-за гражданских. Не продолжили дальнейший массированный арт-обстрел территории Азовстали. Потому что нашим гиперзвуковым оружием, в принципе, можно пробить до самых глубоких этажей. В этом его особенность, в этом его сила. Без использования ядерных веществ, развивая очень высокую скорость, оно может пробивать огромную толщу земли и, естественно, железобетонное перекрытие вполне по зубам. Но не делает этого, потому что боимся избежать дополнительных жертв среди гражданских. И вот Зеленский говорит, да, да, главное, главное, вот, мирных и военных. Логика понятна. Имеется в виду, что в сделку должны войти оба компонента. Очередная диверсия предательства выясняется с российской стороны. Незыгарь, подчеркиваю, близкий к администрации президента, опубликовал достаточно пространную статью, от которой у меня, честно говоря, начинают скрижетать зубы. В информационном поле появились сообщения, что в Украину поступает российская нефть и нефтепродукты. Опять же, почему они пишут в Украину? С точки зрения русского языка надо писать на Украину. Незыгарь, блин, близкий к администрации президента. Почему в Украину? Российская нефть и нефтепродукты. Их перевозят танкерами из Новороссийска в молдавский порт Джурджурлешти на Дунае, пограничный с Украиной. В частности, был задокументирован проход по этому маршруту нефтехимического танкера с грузом дизеля и нефтепродуктов, который 17 апреля закончил погрузку в Новороссийске, 21 апреля прибыл в молдавский порт. Около Кремля сообщают, что с этим обстоятельствами могут быть связаны встречи Путина с Токаревым, главой Транснефти, и полуторачасовая беседа с Олег Первым, президентом Лукойла, после которой последний заявил о своей скоропостижной отставке. Отгрузка нефти в марте, первой половине апреля через терминалы КТК в Новороссийске возросли сравнительно с аналогичным периодом прошлого года на 13,5%, примерно до 6 млн тонн. Далями владеют корпорации из недружественных стран «Шеврон» и «Мобил», учитывая заявленную особую позицию Казахстана, члена Евро-Азиатского экономического содружества и ОДКБ по отношению к СВО на Украине, включая нарастающие антироссийские заявления и действия официальных лиц. Короче говоря, судя по всему, в агитт Олег Первым об уходе, отставке и бегстве, фактически которого стало известно на прошлой неделе, судя по всему, он ушел не по своей воле. Судя по всему, Лукойл российскую нефть через Новороссийский порт поставлял в Молдавию. В Молдавию она предназначалась как транзитный пункт и дальше шла вооруженным силам Украины. Вы понимаете вообще, что это такое? Наши там пацаны рискуют жизнью. Я уже вам рассказывал, что боеприпасы некоторые, патроны изготавливаются из российских материалов, собираются в конечном счете в Киргизии, поставляются на Украину. И топливо, оказывается, тоже российское, поставлялось через Молдавию на Украину. Если выяснится, что это правда, вы меня, конечно, простите. Может быть, это просто информационная атака на Олег Первого. Может быть, это какая-то другая нефть поставлялась на Украину. Может быть, другие горюче-смазочные материалы поставлялись на Украину. Но в любом случае, люди, которые в этом замешаны, должны все понести ответственность. Это диверсия против наших вооруженных сил. Это очень серьезно. И опять же, где заявление Бастрыкина, Краснова? Это какие-то расследователи в интернете рассказывают. Ой, оказывается, наша нефть поставлялась украинским вооруженным силам. Минобороны про это что, молчит? Вы можете себе представить, чтобы такая ситуация произошла во время противостояния с тем же Гитлером? Нам же говорят, что на Украине фашизм, нацизм и... Сегодня ночью неизвестный пытался поджечь КПП отдела полиции в Москве. Попытка вышла неудачной, поджечь получился только асфальт. Нападение на отдел полиции в районе Косиновых-Томский, от меня тут совсем недалеко, произошло около часа ночи. Неизвестный парень, одетый в бежевые штаны и синюю куртку с капюшоном, кинул две бутылки с зажигательной смесью в здание полиции. Бутылки отскочили и ударились об асфальт, после чего он загорелся. Небольшой пожар быстро потушили, рядом с отделом полиции оперативники обнаружили надпись против боевых действий на Украине. Парни, бросившего бутылки, сейчас ищут, на него возбудили дело за хулиганство. Вот это потрясающая позиция нашей либеральной оппозиции, которая призывает в том числе к подобного рода действиям. Мы должны остановить кровопролитие. Поэтому бросайте в российских силовиков коктейли Молотова. Прольем кровь, чтобы остановить кровопролитие. Это грандиозно просто, это просто гениально. Как это комментировать в рамках цензуры? Литературного русского языка? У меня с этим возникают определенные сложности. В комментариях помогите мне, чтобы вы об этом сказали. На самом деле факт, да, в России будет нарастать диверсионная война, диверсионные действия. Россиян с промытой головой. Украинцев. Украинских профессиональных диверсантов. Кого угодно. Особенно, когда так называемая Новороссия будет окончательно присоединена к России. Это станут просто частью России. Границы никакой не будет. Соответственно, люди из Одессы, из Харькова смогут просто сесть в машину, доехать до Москвы, до Питера. Привезти оттуда то, чего там сейчас очень много. Боеприпасы, мины. Ну, короче говоря, диверсий будет огромное количество. Просто огромное. Если даже сейчас, во время боевых действий, в Москве, человек может спокойно подойти к зданию полиции и попытаться его поджечь, в следующий раз профессиональный диверсант установит на входе растяжку или что-то посерьезнее, помощнее, и уже точно будут жертвы. Просто дело времени. Если система не готова с этим бороться, если система не понимает вообще, что с этим делать или думает, что делать с этим ничего не надо, инерционный сценарий, он просто очевиден. Все будет очень плохо. В Ставропольском крае предотвращен теракт на объекте транспорта, сообщает ФСБ. По данным силового ведомства, сторонник Исламского государства планировал теракт на объекте транспорта и инфраструктуры Ставрополья, он задержан. Опять же, а почему у нас в стране так резко активизировались представители исламистских разных объединений, организаций? Украинцы объединились, что ли, с исламскими террористами? Я такой информации ни от кого не слышал, не получал. Или на самом деле ФСБшники показывают свою активность таким образом, что мы без дела не сидим, мы вот их ловим. Может быть, они о тех или иных террористических ячейках знали уже давным-давно, и только сейчас для красивого отчета решили ее накрыть. А может быть, это вообще шитое дело. Я уже не знаю, что думать. В Ставропольском крае вы отработали, молодцы. А в Москве, если бы человек был как-то более профессионален и действовал, например, не ночью, а днем, когда в отделе полиции были, не дай бог, силовики, там же могли погибнуть люди. Ну да ладно. Между тем, и вне контекста боевых действий и спецопераций гибнут люди. Еще один шахтер погиб из-за прорыва воды в шахте Ярунаковская-8 в Кузбассе. Еще один работник госпитализирован в тяжелом состоянии. Судьба нескольких неизвестна. Эвакуация продолжается. Под землей остается более двухсот человек. На прошлой неделе я вам рассказывал похожая чрезвычайная ситуация. Несколько месяцев назад. Шахта листвяжная. Уроков никто никаких не извлекает. Олигархи гонят людей на смерть под землю. Экономия на технике безопасности. Ну просто потому что деньги, 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 деньги. Жителям девятиэтажного дома на Товарищеском проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга, где ночью произошел взрыв на лестничной клетке, разрешили вернуться в квартиры. На месте происшествия продолжают работать представители Следственного комитета полиции пожарно-технической лаборатории аварийной службы ЖКС. Что там такое громыхнуло ночью в Петербурге? Теракт? Взрыв бытового газа? Но дай бог когда-нибудь узнаем правду. Пока что нет никаких деталей. Интересно, нагнетается ситуация вокруг Молдавии. У нас несколько дней назад потрясающее произошло событие. Один из руководителей Центрального военного округа, я напомню, на Украине сейчас оперирует Южный военный округ, Центральный военный округ заявил, что мы должны проложить коридор до Приднестровья. Очень странно, что об этом сказал не Песков, не Захарова, не Шойгу, не Лавров. Об этом сказал, ну, конечно, из высшего звена командного человек, но, тем не менее, не раскрученная фигура. Он фактически проболтался. И сейчас это фактически становится поводом для Украины и Молдавии быстренько зачистить Приднестровье, чтобы российским войскам некого было, не с кем было соединяться. Совет по обороне Румынии обсуждает переброску военной техники в Молдавию при посторинничестве Украины. Дело в том, что на днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал на встрече с румынским премьер-министром Николаем Чуке, который является генералом армии в отставке, что российская армия в скором времени может оказаться в Приднестровье, где воссоединиться с 14-й армией. Далее следует аннексия Молдавии. Кулеба очень попросил помочь открыть второй фронт как можно быстрее, образовать котел для 14-й армии вооруженных сил, намекая на то, что если России в Молдавии не будет, то Румыния может смело начать интеграционные процессы. Чуке сказал, что ему нужно проконсультироваться. То есть Украина и Румыния, пока все смотрят в одну сторону, а Украина и Румыния, между тем, готовят раздел Молдавии. И никакого протеста международного сообщества по официальным переговорам Кулебы и Чуке, румынский премьер и украинский министр иностранных дел, не возникает. В открытую, понимаете, обсуждают, в открытую. Сейчас, ну, уже довольно давно есть много разговоров на тему того, что Россия берет половину Украины, Польша берет другую половину Украины, но это, по крайней мере, не обсуждается в открытую. И то вызывает, конечно, огромное возмущение у мирового сообщества, так называемого. А тут в открытую, понимаете, говорят. Давайте, ребята, давайте, вперед. В информационном поле появились сообщения, так, 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 это мы обсудили. В Харьковской области вводят обращение рубля. В регионе устанавливают оборудование мобильного оператора «Мегафон». Вон, замечательно. Россия начинает наводить порядок в Харьковской области. У меня вопрос. А людям вы когда будете объяснять, что происходит, что их ждет, какие у них гарантии, какой вообще план, что вы от них хотите? Не, вы, конечно, молодцы, что туда рубли вводите, вышки мобильной связи строите. «Мегафон» же это не бесплатно делает, он потом на этом будет бабки зарабатывать. Это понятно. Олигархат наш сейчас получит новые рынки, установит новые вышечки и так далее, и так далее. Молодцы, будут зарабатывать. От души, как говорится. С людьми вы когда будете работать, чтобы они эти вышки не взрывали? Чтобы пророссийских чиновников и управленцев там мертвыми не находили? Непонятно. Ну и напоследок. Низыгарь Бриф пишет. Жесткая санкционная линия, по словам источников, должна вывести из состояния равновесия представителей политического класса и спровоцировать глубокую турбулентность в этой среде, причем, как предполагают инициаторы, с катастрофическими последствиями лично для Путина. Особенностью новых западных санкций стало то, что они фактически вводятся против широких слоев российского населения, а как результат, фронтальный рост цены прекращение импорта многих привычных товаров с появлением дефицита, уход из России торговых и ресторанных сетей, резкое сужение сферы развлечений, практическая невозможность поездок за рубеж и так далее. Соответственно, проявляются две модели политического поведения граждан – патриотическое и пораженческое. Пораженческое навязывается коллективным западом, российскому гражданскому обществу самыми разными способами и довольно настойчиво. смешались в кучу кони-люди. На самом деле, да, санкции ударили по россиянам. И главный-то вопрос – как Путину теперь, вот о чем думают сейчас в Кремле, как Путину избежать серьезных проблем, чтобы его не скинул какой-то дворцовый переворот, а может быть массовое восстание, социальный взрыв. Решение, как понятно из вот таких статей, предлагается наиболее провальное и идиотское. Вместо того, чтобы заниматься реальной экономикой, предлагается просто противостоять либеральной пропаганде. Вот если пропаганды не будет, людям не будет навязываться пораженческая оппозиция, то и у Путина все будет хорошо. А то, что там цены растут, там что-то там как-то, это не важно. Дорогие друзья, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь. Здесь у меня самая выверенная информация. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok